Чем нравится? Какие эмоции у вас? Эмоций много, на самом деле это и веселье, и радость от того, что можно поиграть, и побегать, и полупить кого-то на гайкой. Это, кстати, прям отдельный кайф, надо сказать. Это очень клево вообще. Будут ли вообще на такие семинары переходить? Конечно, стоит. Не увидел смысла, если был бы один день. Но когда по сечении трех дней, вот сегодня третий день, к сожалению, уже заканчивается, третий день, впечатления остались самые великолепные. Приобретаешь каких-то новых опытов, которые трансформируются в осознания, вообще впечатляющие, которые просто ты проживаешь. В этом моменте находишь людей, которые что-то тебе напоминают. В игре впечатления получаешь как в концентрате, вот в таком вот. Настроение прекрасное. Прокачали очень тело, семья, все вместе. Польза для ума, для души, для тела. Атмосфера общения с детьми, с отцами, семейственность, которая возникла. Нравятся сами упражнения. Нравится радость, которая здесь есть. Абсолютно все понравилось. Глубокое соединение с семьей, с детьми. Вот этот командный дух. Проживание страхов, да, как где-то своих, где-то проживание страхов детей. Соединение со всеми другими людьми. Просто энергетика настолько классная. Душевно, весело, органично. Я так рада, что у нас люди так откликаются, что столько много радости, что столько много потрясающих отзывов и благодарности. Я сюда приходила со своим ребенком, со своими вопросами. Разрешились абсолютно все, настолько все было мощно, сильно, интересно. Эмоции преобладают. И словами это не рассказывают, что просто нужно прожить. Я психолог, семейный психолог. Чаще всего именно взрослые транслируют на детей свои тревоги и свои мнения, а потом говорят, что у ребенка что-то не так. Ребенок понимает информацию, любовь через тело, через прикосновения. Многие родители не понимают этой необходимости. Я даже считаю, что нужно прям школу внедрять. Мягкие школы, какие-то еще телесные практики. Потому что иначе мы, психологи, своими словами грузим только мозги. А человеку это целостная система. Можно сто раз ему сказать, что мы его любим, а лучше один раз погладить. Вы не счастливее станете. Я получила, во-первых, много новых практик, которые могу теперь внедрять. Во-вторых, я убедилась, что лучше сто раз помолчать, но один раз погладить. Сколько это действенно. Мое убеждение крепнет. Я сейчас готова активно в создание такой семейной школы, тактильных ощущений школы для родителей и детей. Прямо вот включаться. Рекомендуете другим? Абсолютно всем, даже не думая. Всегда, когда возникает вопрос, идти или не идти, надо идти. Любое сопротивление говорит о том, что надо идти. Лучше прийти и посмотреть, и попробовать своими руками, ногами, ну и всеми остальными частями тела. Единение детей с родителями, то, что мы утрачиваем, к сожалению, в настоящее время. Поэтому всем советую, посещайте семинары Андрея Каримова и его соратников, и вам будет счастье.